Слишком часто мы приравниваем известность и любовь Всевышнего Аллаха. Может быть так, что какой-то человек ступает по земле, и он неизвестен людям, но Всевышний Аллах и Ангел любят его. Какой урок мы можем извлечь из хадиса Пророка, алейиссалату ассалям? Когда он сказал, поистине, если Аллах полюбит кого-то, то Всевышний вызывает Ангела Джабраиля, алейиссалям, и говорит, «О, Джабраил, я хочу, чтобы ты знал, я полюбил того человека, и ты тоже полюби его». Для того, чтобы полюбить тебя, Джабраил, алейиссалям, нет необходимости знать что-то еще о тебе, кроме того, что Всевышний полюбил тебя. Затем Джабраил, алейиссалям, будучи старшим над всеми Ангелами, вызывает их к себе и говорит, «О, обитатели небес, Всевышний любит того человека, и вы тоже любите его. И все обитатели небес тоже любят того человека». Далее Пророк, алейиссалату ассалям, говорит, «Затем в сердцах людей возникает принятие того человека, любовь к нему возникает в сердцах людей». А теперь пришло время обратить внимание на несколько моментов. Первое. Любовь ко Всевышнему – это единственная безусловная любовь, к которой должен стремиться каждый человек. Он должен делать все, чтобы обрести эту любовь. А если человек обретает любовь Всевышнего, то любовь другого человека, который достоин этого, тоже будет дарована ему. Итак, если ты обрел любовь Всевышнего, то Джабраил, алейиссалям, тоже полюбил тебя. Так же, как и ангелы, и люди, чью любовь достойно обрести, тоже полюбят тебя. Это первое, что нужно помнить. Второй момент. Любовь людей, которая проявится к тебе, должна включать в себя что-то, что относится к тебе. Как об этом упоминает один из ученых ислама, если иногда люди находятся под впечатлением от тебя, то знай, что они находятся под впечатлением того покрывала, которое было даровано тебе Всевышним. Потому что истинную суть тебя они не знают. Люди любят тебя за праведные качества, которые являются твоей истинной сущностью. Праведные люди видят эту праведность в тебе. Речь не идет о лайках, которые люди ставят в интернете, и не о том, сколько у тебя подписчиков. Но речь идет о том, что люди, которые обрели любовь Всевышнего, получают любовь других людей. Когда человек обрел любовь Всевышнего, то Джабраил, алейиссалям, тоже полюбил его. Ангелы полюбили его. И Всевышний вкладывает любовь к этому человеку в сердца других людей, тех, которые дороги ему. В итоге нет ничего, зачем стоило бы гоняться. Потому что если тебя любит Всевышний, то чего еще желать человеку? Еще мне хочется, чтобы вы поразмыслили над тем фактом, что ангелы полюбили тебя. Поразмыслить над всем, что сотворено вокруг. Ценность всего созданного вокруг определяется лишь тем, насколько это приближает тебя ко Всевышнему. И это относится даже к таким созданиям, как ангелы. Когда вы приблизитесь ко Всевышнему, одним из признаков вашей близости ко Всевышнему является то, что в вас появится мягкость по отношению к другим людям. Это признак милости Всевышнего к вам. Если вы хотите знать, проявляет ли Всевышний милость по отношению к вам, посмотрите на то, смягчается ли ваше сердце по отношению к другим людям. Вы очень уважительно с ними говорите. Вы бескорыстно им помогаете. Ваша красивая манера общения показывает вашу обеспокоенность их положением. Все это признаки милости Всевышнего по отношению к вам. Это показывает вашу приближенность ко Всевышнему. Вы услышали мои слова? Если ты думаешь, что ты благочестивый человек, но в твоем поведении нет благодарности, помни, что в тебе нет благочестия. Если ты думаешь, что ты праведный человек, но ты грубо и очень жестко разговариваешь со своей семьей, то это признак того, что твоя праведность фальшива. Можно делать не то, что 5, можно делать 6 намаза в день, но при этом праведность человека может быть фальшива, потому что истинная праведность проявляется в благородном нраве человека, в твоем поведении, в том, как ты относишься к людям, в том, как ты разговариваешь с ними, начиная со своей супруги, своих родителей, своих детей, своих братьев и сестер. Вот в чем истинная праведность. Спроси себя, делаю ли я свою супругу счастливой? Доставляю ли счастливые моменты своим близким? Говорю ли я приятные вещи, просто чтобы порадовать их? Если да, то, возможно, у тебя есть особая связь со Всевышним. Особенно, когда это трудно, когда тяжело, потому что нам нужно повторять этот момент. Услужить родителям нелегко. Откуда я знаю, что это нелегко? Потому что Всевышний обещал рай за это. Если Всевышний говорит «поступи, так и ты обретешь рай», мы понимаем, что это нелегкое дело. Это тяжелое дело. Вот за это трудное дело и даруется рай. Когда ты женишься, у тебя рождаются дети. Твоя мама становится пожилой. Между женой и мамой возникают проблемы. Появляются многие другие вопросы и сложные ситуации. Ты мечешься между этими вопросами и проблемами. Тебе приходится играть мудрого политика в доме. Тебе приходится подыскивать слова, чтобы угодить всем. И так постоянно ведется какая-то борьба, прилагаются усилия, и эта борьба ведется всю твою жизнь. В итоге, если ты в своих стараниях был искренним, Всевышний дарует тебе рай. Потому что он знает, ты старался сохранить мир. Да, это нелегко. Если было бы легко, думаешь, Всевышний сказал бы, услужи своей маме и обретешь рай. Нет, это трудно. Обретение рая достается дорогой ценой. Это не дешевая вещь. Ты встаешь на утренний намаз не один раз в жизни. Ты делаешь это каждый день, и только потом обретешь рай. Понимаете суть? Необходимо каждый день посвящать поклонению. В этом деле нет выходных. Нет такого, как в случае с диетой при похудении. Шесть дней не ешь, а на седьмой ешь то, что хочешь. В поклонении надо стараться. Каждый день. Да дарует Всевышний нам всем свою любовь. Да дарует он нам любовь Джабраила, алейиссалям. Любовь ангелов. Любовь пророка, алейиссаляту вассалям. Любовь праведных людей, которые следуют за пророком, алейиссаляту вассалям. Которые также обрели любовь Всевышнего и ангелов. И да соберет нас всех Всевышний в раю Фердауса вместе с любимцем Всевышнего, алейиссаляту вассалям. Там, где к нам часто будут приходить ангелы и будут говорить «Салям». И где мы днем и ночью сможем лицезреть нашего Создателя. Субтитры создавал DimaTorzok